Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение Иоанна Златоустова о помощи находящимся в несчастье. Будем служить всем находящимся в несчастье и подадим им руку помощи. Не о тех только мы должны заботиться, которые живут в горах. Они, конечно, святы и по жизни, и по вере. Ну и мирские святы по вере, а многие из них и по жизни. Не будем поступать так, что когда увидим монаха в темнице, тогда пойдем к нему, а когда мирянина, то не пойдем. И последний тоже свят, и тоже есть брат наш. Но что скажешь, если он грешен? Послушай, что говорит Христос. Матфея 7.1 Не судите, да не судимы будете. Ты делай для Бога. Но что я говорю? Хотя бы язычника мы увидели в несчастье, и ему надо бы наказать помощь. И вообще всякому человеку, находящемуся в несчастных обстоятельствах, тем более верующему, послушай, что заповедует Павел в Галатам 6.10. Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Я не понимаю, откуда у нас противное мнение, и каким образом усилился у нас противный обычай. Кто отыскивает только монашествующих, хочет оказывать добро только им одним, и между ними еще делает различие и говорит, «Если он недостоин, если он неправеден, если он не творит знамений, я не подам ему руки помощи». Тот отнимает самую главную часть у милостыни, и все остальное со временем также уничтожит. Напротив того, истинная милостыня тогда и бывает, когда она оказывается грешником или виновным. «Милосердие в том и состоит, что милует не тех, которые исправны, а тех, которые согрешили. А чтобы ты убедился в этом, послушай, что Христос говорит в тритче». Лука 10.36.30. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один левиз шел тою дорогу и, увидев его, прошел мимо. Так поступил и некоторый священник и прошел мимо. Но после них шел один самарянин и оказал ему великое сострадание. Оказал великое сострадание к несчастному. Он обвязал раны его, возлил на него масло, посадил его на осла, привез в гостиницу. И сказал ее содержателю, попекись о нем и заметь великую любовь. Если что более сдержишь, я отдам тебе. Затем Христос спросил, кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? И когда законник отвечал, сотворивший ему милость, тогда он сказал, иди и ты поступай так же, в руках 10.3.3.7. Заметь эту сказанную Господом притчу. Не сказал он, что иудей самарянину, но самарянин оказал такое милосердие. Отсюда мы научаемся, что должно заботиться о всех равно. Не приистым только поверить делать добро, а о других не думать. Так и ты, когда увидишь кого-нибудь страждущего, не исследуя о нем ничего, он имеет право на помощь уже потому, что страдает. Если ты помогаешь ослу, когда видишь, что он упал, и не спрашиваешь, чей он, то тем более не должно спрашивать о человеке, чей он. Он Божий. Хотя бы он был язычник, хотя бы иудей. Он неверный, но он нуждается в помощи. Если бы тебе дозволено было исследовать и судить, то ты мог бы говорить это. Но теперь само ей несчастье ближнего не дозволяет тебе делать исследование. Если не должно судить здоровых и исследовать чьи бы то ни было чужие дела, то тем более страдающих. Иначе что будет? Разве ты видел его счастливым, благоденствующим? Что говоришь, будто он зол и порочен? Он страдает. Если же ты видишь его страдающим, то не говори, что он порочен. Когда мы видим человека благоденствующего, тогда, может быть, можно сказать, это будет о нем. Но когда видим человека страждущего и нуждающегося в помощи, то не следует говорить, что он порочен. Ибо это знак жестокости, бесчеловечия и высокомерия. Кто, скажи мне, был беззаконний иудеев? Бог наказывал их и наказывал справедливо и весьма справедливо. Однако же тем, которые сострадали им, он благоволил, а тех, которые радовались их несчастью, наказывал. Амод 6.6 И не болезнуйте о бедстве Иосифа, упрекает Господь. И в другом месте говорит, спасай взятых на смерть. Притча 24.11 Не сказано, разбедуй, кто они, хотя по большей части отводимые на смерть бывают порочны, но сказано просто, спасай, кто бы они ни были. В этом особенно и состоит милосердие. Ибо кто благодетельствует другу, тот без сомнений делает это не для Бога. А кто благодетельствует человеку незнакомому, тот делает чисто для Бога. Премудрый говорит, не щади денег, и хотя бы все можно было издержать, отдай. А мы, в виде изнуряемых, мучимых, претерпевающих страдания, жесточайшие тысячи смертей, и часто несправедливо жалеем деньги и не жалеем своих братьев. Бережем бездушное и не думаем о душе. Между тем Павел повелевает скротостью наставлять. Наставлять противников. И не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. 2 Тимофея 2, 25-26 Видишь, никакого долготерпения исполнены слова его? Будем же и мы подражать ему и не считать никого безнадежным. Рыболовы, ввергаясь в сети, в море часто ничего не вытаскивают, но, бросив последний раз, получают все. Так и мы. Не отчаиваемся, но надеемся, что вы вдруг явите нам зрелые плоды. И земледелец, посеяв семена, терпит один день и другой, и долго ожидает, а потом вдруг видит везде прозявшие плоды. И это, надеемся, будет и с вами благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресной, во веки веков. Аминь.